привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю уши и хвосты точнее свиные уши и бычьи хвосты мне случайно совершенно случайно попались одновременно и свинские уши вот такие огромные красивые ушки и кусок бычьего хвоста вот такой будет очень большой красивый набор для ушек здесь самые важные красный сицилийский апельсин и сельдерей самое первое я немного подвижу уши для того чтобы добраться до вот этих углублений и хорошо там все повынувать пока я занимаюсь ушками у меня закипает вода в чайнике опускаю в кипящую воду ушки и хвостик сейчас я покажу очень простой но очень эффективный способ как сделать вкусный наваристый бульон видите сколько пены получилось я дам покипеть хвостиком и ушком минут 5-7 чтобы из мяса и хрящиков максимально вышла вся пена и потом я воду сливаю ушки и хвостики промываю и заливаю свежей кипящей водичкой таким образом бульон будет идеально чистый ароматный и без пенки не нужно будет собирать воду бульончик и я уже поменял я положил в очах под казаном толстую чурочку и теперь бульончик будет медленно-медленно томиться на самом маленьком анке пока хвостики и ушки готовятся у меня выпала свободная минутка здесь грушевой бренди очень приятный нежно-соломенный цвет аромат аромат настоящих диких груш которые очень вкусно пахнут и сладкие этот напиток не нужно ничем закусывать он очень вкусный сладкий и конечно же крепкий друзья как правильно сделать грушевой бренди ссылочка вот здесь сверху пушки и хвостики сварились теперь они остывают а я пока приготовлю овощи для того чтобы все было очень вкусно немного черешкового сельдерея это будет для бычьих хвостов сельдерейки бычьи хвосты будут иметь очень хорошее сочетание а также немного сладкого перчика красненького и совсем чуть-чуть морковки для свиных ушек у меня будет два кусочка имбиря один будет в соус а другой именно подливку поэтому имбирь я режу тоже меленько и конечно острый перец чили вместе с именами эти перчики совсем не острые поэтому я их положу побольше попробуем этот остренький также наверное поменьше да повезло хорошие вот две девочки класс для соуса к свиным ушкам я использую вот такой мелко порубленный имбирь чик и мелко порубленный острый перчик кинза я использую именно хвостик и кинзы они более ароматные и в соусе будет как раз подчеркивать все нюансы вкусы какие мне нужно дать того чтобы свиные ушки были очень вкусными и ароматными немного рубленого чесночка чесночок светлый китайский соевый соус и немного лимонного сока немного растительного масла и немного хорошего горячего жира морковка перчик и сельдерей немного чесночка пока овощи обжариваются я приготовлю пряную смесь немного черного перца семена пенхеля и зерна кориандра холодные пряности бычьи хвосты я слегка прогреваю бычьи хвосты в смеси овощей чтобы хвостики напитались ароматом пряности и все готово не нужно слишком их передерживать сейчас я приготовлю пряную смесь для свиных ушек совсем немного зиры и немного зерен кориандра имбирь и острый перец порезанные свиные ушки красный сицилийский апельсин достаю косточки апельсинчики немного рубленого чесночка а также зелень кинзы и петрушки все убираю огонь под очагом грушевый бренди бичьи хвостики грушевой бренди ой какая красота огонь сидерей так отлично подчеркивает вкус овина острый перец Мясо настолько мягкое, очень вкусно. Потрясающе. И бычьи хвосты, и свиные ушки готовились 4 часа на самом медленном огоньке, даже не булькало, но настолько мягкое все, бульон прозрачный, идеальный и превратился в очень густое желе. Интересно, а какие же на вкус свиные ушки с сицилийскими апельсинчиками. Промочить рецепторы, чтобы все было вкуснее и ярче. Грушевый бренди. Как сделать грушевый бренди, ссылочка вот здесь вверху. В аромате очень тонкие нотки имбирчика, чесночка и острого перца. Ушки настолько мягкие, настолько всежилейные. Еще петрушечка и кинза. Вот так нужно. И соус. Вот этот соус, это настолько ценная вещь. Попробуйте. Без соуса, конечно, все абсолютно теряет смысл. Ммм. 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 Вот так. Им на сгущий. Ммм. 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 И, конечно же, вот эта очень редкая штучка. Сицилийский апельсин. Ммм. Ммм. Очень тонкая нотка идет и приятной горечи, и сладостей, и цитрусовых. Все так подчеркивается, именно все сбалансировано. Друзья, так вкусно. Ммм. Ммм. Друзья, все получилось очень вкусно, очень быстро. Если вам понравилось мое видео, как просто и легко готовить, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. Поехали. 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 Поехали.